Добро пожаловать на канал Гармония Организма! Сегодня мы обсудим полезные и мистические свойства растений под названием толстянка или денежное дерево. Прежде чем начать видео, прошу вас подписаться на канал и нажать на колокольчик. Мы поставили перед собой цель набрать тысяч подписчиков до конца зимы, поэтому прошу вас помощь мне в этом. Еще не забудьте поставить лайк. Спасибо за вашу поддержку! Толстянка, известное как денежное дерево или живое дерево, принадлежит к семейству толстянков. Этот род насчитывает до 350 видов, преимущественно распространенных в Южной и Тропической Африке, а также на Мадагаскарии. Ее декоративные свойства делают ее популярным растением для выращивания в домашних условиях. Более того, ее лечебные свойства широко известны по всему миру. Более того, считается, что толстянка не только привлекает в дом деньги, но также приносит удачу, если и зацветит. Однако многие знают, что цветение толстянки происходит довольно редко, помимо своих мистических свойств. Это растение также обладает лечебными свойствами, не уступающими своими характеристиками даже алоэ. Толстянка нетребывательна к условиям выращивания и месту, поэтому она может успешно заменить привычные растения на подоконники, принося при этом немалую пользу своим уникальным свойствам. Состав денежного дерева включает большое количество полезных микроэлементов и летучих масел. Эти компоненты позволяют использовать растения в лечении и различных заболеваниях. Чаще всего лечебные свойства толстянки примеряют в качестве антибактериального и противовирусного препарата. Его используют при заживлении ранок, укусов насекомых и даже обеззараживании пораженных участков кожи. Сок толстянки проявляет эффективность сокращения отека и снятия зуда при борьбе с герпесом, натоптышами, мозолями. Кроме того, его можно применять для облегчения приступов варикоза, артрита, артроза, геморроя и подагры. При язвах желудка и 12-перстной кишки рекомендуется срезать десятые листьев дерева, выдавать из них сок и разводить стаканом воды. Полученным раствором полоскают горло трижды в день, не глотая. Для снятия ожогов и царапин используется кащица из мелкорубленных листьев толстянки. Ее можно наносить на пораженное место или использовать для компресса, применяя марлю и целлофан, чтобы предвратить впытывание сока. При натоптышах и мозолях также рекомендуется использовать кащицу или цельные листья. В случае использования цельных листьев их следует промыть, осторожно удалить внешную пленку, привязать к больному месту и закрепить бинтом или целлофаном. При герпесе и укусах насекомых, особенно кровососущих, выдавливают сок листьев и смазывают кожу несколько раз в день с равным интервалом, но не больше 5 или 6 раз в день. При геморрое сок толстянки смешивается с жидким вазелином до полного сияния. Полученной смесью пропитывают ватный тампон и проводят тампонаж 2-3 раза в день. При варикозном расширении вен в виде змей готовят компресс. В темной стеклянной емкости наливают на шикованные листья толстянки, затем заливают их спиртом до верха. Стойку оставляют на 3-4 недели в темном месте. После этого ее можно использовать для компрессов. Толстянка также подходит для устранения боли при воспалениях нервов. При воспалительных заболеваниях почек залить их 5 лисками, растениями, стаканом кипятка. Настой принимать за 15 минут до еды трижды в день по столовой ложке. При язве заболеванных 12-перстной кишки народные рецепты советуют съедать одно или два листочка живого дерева. Толстянку или живое дерево любят не только поклонники феншуй, которые считают, что широкие листья способны поглощать неблагоприятную энергию дома. Часто его применяют в народной медицине, нравятся алое и другими растениями. На этом заканчивается видео. Пожалуйста, подпишитесь на канал и помогите мне набрать тысяч подписчиков до конца зимы. Еще не забудьте нажать на колокольчик и поставить лайк. С вами был канал Гармония Организма. До новых встреч!